Горбатый мост длиной в 65 метров находится в Кировском районе, рядом с речным техником и улицей Гладилова. Это первый мост в Казани, построенный из железобетона. В свое время по нему ходила конка, затем трамвай, ездили машины, а в военное время даже танки. Но такую удивительную конструкцию ждет неутешительный финал. Горбатый мост – историческое наследие Казани. Конструкция была установлена еще в 1928 году и поскольку с момента постройки прошло около 100 лет, мост уже пришел в негодность. Уже в 1960 году по Горбатому был запрещен проезд машин, а уже с 2009 года мост был признан аварийным и по нему запретили даже пешие переходы. Недавно власти Казани сообщили, что для Горбатого моста уготовлена участь – снос первой бетонной конструкции. Однако во время работ стало известно, что на этом земельном участке частично располагается объект культурного наследия федерального значения. Сам по себе объект – это начало 20 века, то есть такой конструктивистский мост. По нему было принято решение, как бы полный его демонтаж с воссозданием. Но для того, чтобы эту процедуру провести, будет затрагиваться еще и археологический слой, который находится под мостом и вокруг моста. И, наверное, даже часть находится под водой старого русла Казанки. Необходимо выполнить раздел по обеспечению сохранности непосредственно археологического слоя, который находится в районе этого моста. Из-за этого Комитет по охране объектов культурного наследия это обозначил, что прежде чем начинать работы по одному объекту культурного наследия, нужно позаботиться, чтобы не был поврежден второй объект культурного наследия. Культурный слой, который был обнаружен на Горбатом мосту – слой слобод за речи 15-18 веков. В Госкомитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия приняли заключение о невозможности проведения земляных, строительных и иных хозяйственных работ. Демонтаж разрешено выполнять только после разработки и реализации раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия. Помимо этого, в документах обозначили, что демонтаж конструкции моста не скажется негативной на сохранности объекта. На это не повлияет и установка временных опор под мостом в русловой части казанки, отсыпок грунта и оборудование временного моста. Археологический слой, он вообще такой самый, наверное, с одной стороны он защищенный, так как он находится под землей, с другой стороны он менее защищенный, потому что его не видно, и когда ведутся земляные работы, очень легко повредить этот археологический слой. Но археологический слой, он всегда несет очень много-много всего интересного для исследователей, для культуры, потому что в нем скрыты и фундаменты старых объектов, в нем могут быть какие-то обнаружены находки, которые когда-то так или иначе упали в этот слой, потом там плюс еще был вот это старое русло реки Казанки. То есть этот археологический слой может внести в себя очень много-много всего того, чего мы еще не знаем об Адмиралтейской Слободе. Однако проведение временной подъездной дороги может затронуть культурный слой. Теперь необходимо выполнить меры археологического наблюдения на площади в 1,2 тысячи квадратных метров. Сначала нужно исследовать археологический слой, сохранить его максимально, то есть сохранить, возможно найти находки, перенести их в музей. Когда территория будет подготовлена, начать работу по демонтажу и воссозданию уже последующего моста. То есть сохраняя один объект культурного наследия, нельзя уничтожать другой объект культурного наследия. Так что с этой точки зрения все процедуры должны быть произведены. Отметим, что изначально администрация заявила, что восстановить мост невозможно, но и разрушить просто так нельзя. Он обладает сохранным статусом. Поэтому власти решили снести его, а потом построить копию, максимально приближенную к оригиналу. Горбатый мост будет воссоздан. Для этого с существующего моста будут сняты все необходимые замеры, составлена его 3D-модель, оформлены обременные чертежи. Как сложится судьба горбатого моста, мы узнаем совсем скоро. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.